На самом деле, сейчас будут анекдоты очень спешные, но вообще на самом деле очень простые. Врубайтесь сразу, повторять я не буду, да? Первый анекдот простейший, я просто проверяю, есть ли у людей чувство юмора или нет, да? Посмотрим, как у вас с юморком, попробуем. Идёт прапчик, за ним ещё один осёл. Это тяжело, я понимаю, попробуем попроще. Прапчик, строй, стандарт, прапчик. Иванов, я в Москве был, нет, мудак. Петров, я в Москве был, нет, мудак. Сидоров, я в Москве был, нет, это самое. Вдруг такая рука строй, товарищ прапчик, извините, пожалуйста, вы были в городе Бердичеве, нет? О! Ну ладно, проверились, да? Ну а теперь попробуем любимые. Друзья, у меня такой вопрос, кроме меня наркоманы есть ещё? Я знаю, нас много. Просто я сейчас расскажу анекдот, его поймут только наркоманы. Остальные извините, я вам потом что-нибудь попроще расскажу, да? Заодно проверим, много у нас сейчас или нет таких, да? Вариант такой, общага, огромная общага. В общаге, в одной комнате живут два студента. У них кроватки рядышком стоят. Они пидорас, нормальные ребята, просто чтобы в комнате места было побольше. И любят это дело. Как-то вечерком вдвоём курнули, упали вдвоём на эту двойную кровать, вырубили свет, включили телевизор и лежат. Вдруг один начинает заниматься анонизмом. Долго, нудно очень, всё это делает. Проходит час, второй поворачивает голову и такой диалог. Серёг, ну, вот скажи честно, ты очень хочешь кончить дачу, он драчи свой, а? Да, а говорят у нас, да, а говорят у нас в стране не курят, бля. Два наркомана убились наглухо, бьёт в одной машине, один другому. Лёнь, тормози, дедушка. Жалко дедушку. Лёнь, тормози, бабушка. Жалко бабушку. Лёнь, тормози, бля, ну всё-таки дети. Володя, обломайся, ты за рулём, ты тормози. Склад, склад. Сидит у себя на складе, убитый на ухо за складом. Но он уже убитый до такого состояния, что он не сидит, он висит просто над столом. Забегает к нему на склад налоговой полиции, орёт. Ты чё, мудак, пишешь? А ты посмотри, бля, чё ты пишешь? У тебя по накладной 200 тысяч баксов недостача. У тебя написано, бля, мыши унесли. Какие нахуй мыши? Лёнь, посмотри, у тебя на складе даже ни одной мышиной норы. Ты, начальник, приколи, это были летучие мыши. Ну раз проходит такая темка, я расскажу свой самый любимый наркоманский анекдот. Друзья, он немножко длинный, но, пожалуйста, внимательно дослушайте до конца. Картина меня просто убивает. Вариант такой. Наркоша дома, убился до зелёных соплей. Всё хорошо, всё в жизни получилось. Звонок в дверь. Он подходит, открывает дверь. Там стоит такая хуйня в капюшоне и с косой. Он такой, ты кто? Я смерть, я за тобой. А, заходи, хуй не делать. Зашли, сели, он такой, знаешь, такая хуйня, у меня, по-моему, есть последнее желание. Правильно, у тебя есть последнее желание. Какое? У меня косичок, я курнул? Она такая, что такое косичок? Он, о, ты не знаешь, я тебе сейчас объясню. Он ей объяснил, что такое косичок. Смерть унесло. Они до утра затрещались. Утром смерть. Давай, я пойду, у меня дела. Наркоман довольный, всё прокатило. Вечером он опять убился. Звонок в дверь. Он подходит, открывает дверь, стоит смерть. Он такой, смерть, а это ты заходи. Зашли, сели, он такой, бля, последнее желание, у меня всё готово. Курнём? Он такой, хорош, бля, вчера уже курнули. Ты давай быстрее кури, мне тоже нужно делом заняться. Он такой, как хочешь. Звать этот косичок, сидит, курит. Ей такой, можешь паровозить? Она такая, что такое паровоз? Он ей объяснил, что такое паровоз. Смерть опять унесло. Они до утра затрещались. Утром смерть. Давай, я пойду, у меня дела. Вечером такая картина. Убитый нахуй наркоман. Звонок в дверь. Он подходит, открывает дверь, стоит смерть. И ты такая, ну чё, курнём я пойду? Ну попробуем ещё из этой же серии, да? Вот сейчас реальные наркоманы, я думаю, конкретно меня поймут. Потому что вот сейчас будет картинка просто из жизни. Вариант такой. Наркоша опять дома убился, опять всё хорошо. А у него ещё остался такой добрый пакетик травы, плана, шмали, ну кто как называет, да? Он понимает, что пакетик нужно спрятать. Берёт, прячет пакетик под ковёр, сам подходит к двери, сам стучит, сам отвечает, сам себя проверяет. Ту-ту, кто там, менты, ой, бля. А чё, надо, шмаль есть, нету, под ковром, бля. Надо перепрятать. Перепрятал всерван, подходит к двери, сам стучит, сам отвечает. Ту-ту, кто там, менты, шмаль есть, нету. А под ковром, нету, в серване, бля. Надо перепрятать. Перепрятал опять, подходит к двери, сам стучит, сам отвечает. Ту-ту, кто там, менты, шмаль есть, нету. А под ковром, нету, в серване, о, бля, нету. Бля, куда же я его положил, а? Ну и чтобы уйти от этой наркоманской темки Я расскажу наркоманскую классику Вот помните, раньше мы хорошо жили И в метро были такие автоматы 20 копеек кидаешь, 4 пяточка падают Помните, разменная хуйня была в жизни такая Очень нравились мне автоматы Люди постарше должны помнить Ну вариант такой, наркоша убился Зашел в метро, увидел этот автомат 20 копеек кидаешь, 4 пяточка, хорошо 20 копеек кидаешь, 4 пяточка, охуительно И приколол чувака на хорошо Долго стоит, упади плохо, здесь 1, здесь 4, правильно? Вот он стоит, 20 копеек кидаешь, 4 пяточка 20 копеек кидаешь, 4 пяточка Сзади подходит мужик Командир, давай быстрее, пошёл ты нахуй, бля 20 копеек кидаешь, 4 пяточка, опять хорошо 20 копеек кидаешь, 4 пяточка Командир, давай быстрее, я на работу опаздываю Меня ибёт мне, ведёт, я играю Ну такой вариант, чисто классический такой вариант Про муромский лес, да? У нас тут на Арбате очень любят анекдоты про муромский лес Вот следующий анекдот, это про Муромский лес. Вариант такой, Илья Муромец едет на коне, вдруг видит такую картину. Стоит дуб, огромный дуб, в нем огромное дупло. И из дупла, с одной стороны, торчит голова и руки соловья разбойника, а с другой стороны торчит его голая жопа. Он подходит к нему и такой, что ловушка, ну что ты с травмоту-то выставил, не стыдно что ли тебе? Он такой, да что я? Прилетел падлосбей Горыныч, трахнул, фамилию не спросил. Он такой, ну что ж ты никого на помощь не позвал? Да кого я позову? Глуховань такая. Глуховань, говори. Эх, мотоциклисты, ну ладно. Да, жду, жду. Объявление в колхозе. Товарищи колхозники, в нашем районе приземлился неопознанный летающий объект. Из него вышли маленькие зелененькие инопланетяне с большими красными круглыми глазами. Кто увидит, не бить, не поить, входить в контакт. Проходит три дня, колхозник вам, Федорович, кость в траву. Вдруг смотрит лес, около леса сидит, маленький зелененький, с красными глазами. Он понимает, что бить и поить его как бы нельзя, да, радио, ведь слышал? Нужно входить в контакт, подходит, начинает входить в контакт. Косарь, коса, кашу. Братан сидит и смотрит. Он ему опять, косарь, коса, кашу. Этот сидит на лимонсе, он ему опять, косарь, бля, коса, кашу. Лес, лесник, сру! Ну и я еще один анекдотик вам расскажу, а потом ребят порассказываю, да? Вариант такой, друзья, вот сейчас анекдот нужно себе представить. Попробовать представить. Картинка сумасшедшая, на мой взгляд. Вариант такой. Барвиха, барвиха. Раннее утро, птички поют. Ельцин, Борис Николаевич, помните такого? Бывший наш. Стоит, ловит рыбу, пощиколотку в воде. У него штанины брюк вот так завернуты, представляете, да? Вот он стоит с удочкой, пощиколотку в воде, с блаженным выражением на лице. Вдруг за ним с визгом останавливается президентский кортеж. Вот эти джипы, лимузины. Оттуда выбегает президентская охрана, такая, бля, Борис Николаевич, вас срочно вызывает президент. Ельцин такой, пошли нахуй. А они такие, Борис Николаевич, понимаете, такая картина. Приезжает из Германии, и этот, как его, о, бля, Шрёдер. Вы им столько денег должны, а вы его старый друг. Только вы сможете договориться, президент послал за вами, сказал, без вас не приезжать, нас уволят с работы. Ельцин такой, ну дайте хоть переодеться. Они такие, нет, понимаете, в чем дело. Самолет вот-вот сядь, ждут только вас, все перекрыто, зеленый коридор, давайте быстрее. Ельцин такой, ну бог с вами, бросает удочки, садится в лимузин, его по зеленому коридору везут в Шереметьево. А в это время в аэропорту уже сел самолет, подогнали трап, ковровая дорожка, почетный караул, встречает его наш президент. Открывается у самолета дверь, сейчас появится вот этот самый Шрёдер, и тут к президенту быстренько прибегают и ставят Бориса Николаевича. Он так на него посмотрел, кивнул и видит, что Ельцин стоит босиком, и у него штанины брюк завернуты. Он такой, Борис Николаевич, ну в штаны-то хоть спустили. Ельцин такой, блядь, да сколько ж вы им должны-то, ёлки. Любимый серий называется Алё. Пример такой. Алё, к Воле можно? К Воле нет, что ему передать? Передать ему 150 рублей, а? Алё, Надю можно? А кто спрашивает? Друг. Как другу-другу скажу, Надю можно. Алё, это 153, 17, 18, нет, а хуй трубку берёшь, бля? Алё, это 39, 61, 81, нет, 39, 61, 82, ну похуй рядом, Мишу позови. Ну это я так, для себя вошёлся, боже. Поехали. Прапорщик ходит по газармии, пидорасы, блядь, пидорасы, это не армия, это одни пидорасы, охуеть. Куда я попал, смотришь, одни пидорасы. Чё делать дальше, как жить, не пойму. Прикиньте, в коптёрке носки спиздили, чулки спиздили, гумную помаду, блядь, спиздили, пидорасы. Ладно, я ещё попроще, можно про армию, да? О, генерал, приезжай, встречай с проверкой. Смотрит так, бычков нет, хорошо, кроватки заправлены, здорово. Выходит на плац, видит ангар. Майор, открыть ангар. Открывает ангар, там верблюется. Майор, чё за хуйня? Не хуйня, товарищ генерал, верблюется? Я понимаю, что верблюется, просто чё за хуйня, блядь. Ну как вам объяснить, товарищ генерал? В пустыне живём, ну? Ну что, нет у нас здесь баб, ну? Ну что, используем? Да, блядь, табуретку. Принесли генералу табуретку. Чувак через полчаса выходит. Эй, хороша, стерва, одобряю. Одобряю, майор, хороша. Товарищ генерал, вы извините, мы её не так используем. А как, мать вашу, а? Ну мы пятером на неё в соседний аул, а там блядей хватает. Девушка, не подумайте ничего плохого. Такой вариантик. Мне очень нравится картинка. Два пидораса, два этих молодых человека, едут на заднем сиденье международнего автобуса ночью. Автобус по ходу движения попадает в какую-то колдоёбину. Всех пассажиров начинает шатать. Ну а что, зона террогенная. Одному из этих двух захотелось поворачиваться к другу. Слышь, ты, брат, а может, давай уже, а? Ну ты сдурел, полон, словно людей. Да они все спят. Да не спят. Да спят, вот смотри. Граждане, пассажир, у кого-нибудь наделся клоточек воды? В салоне тишина. Вот видишь, спят. У них процесс пошёл. С утра на переднем сиденье просыпаются два нормальных пацана. Один на запаске пузырь достаёт, там вот столько похмелился. Второй ему, вот, без меня же выбил, да, извини, брат, провалился, не заметил. Ладно, спрошу у людей, да сиди ты вчера пацан во дыбу просил, всю ночь ебали. Три часа ночи, линия фронта, ползут два русских разведчика. Первый. Мужики, вспомните, пожалуйста, свою первую любовь. Мужики, пожалуйста, напрягите память. Вспомнили? А теперь не надо себе льстить, потому что первая любовь у нас у всех была одна. Она не званая, да. Пока мама не видит сзади. Не важно. В общем, пацану 13 лет, девочке 12 лет. Пацан первый раз в жизни нормально проводил девочку до подъезда. Ну нормально, значит, тут подержался, тут пощупал, а хули тут щупать, блядь. Зато у него здесь напряжение. Ни одна молния не выдерживает. Сопротивление штанов ому не снилось. Я вот так к подъезду прислонился. Говорю, ну что, подруга, давай уже, может, а? Ты что, сдурел? Я же еще девочка. Тогда в рот возьми. Не возьму. Возьми, не возьму. И вот так минут сорок. Возьми, не возьму, возьми, не возьму, возьми. Через сорок минут дверь пинком открывается. Выбегает старшая сестра в ночнушку. И такая, мальчик, хочешь, я у тебя в рот возьму. Потом мама спустится, у тебя в рот возьмет. Потом мы с мамой по очереди у тебя в рот возьмем. Только, блядь, руку с домофона стеми, а! Это было для мужиков. Девушки, для вас. Бывают в жизни такие праздники, как Новый год, 23 февраля, 8 марта. Только вот не сам праздник, а следующее утро. Братан просыпается такого бодуна. Ссать хочет, встать не может. По глазам вижу, меня мужики понимают. И слава богу, кстати. И он, бедолага, все это дело в кроватке вот так подержал. Девушки, вам не понять. Потом вот так подержал. На животике полежал, пиздец не выдержал, упал с кровати. До ползной стены и по стеночке кое-как дошел до туалета. Открыл дверь, включил свет, зашел, расстегнул, достал. И со слезами на глазах. Он видит, бля, когда тебе надо, я встаю. И после этого не могу не рассказать анекдот для нас, мужики, еще раз. Девушки, потом другое расскажут. Две женщины встречаются. Одна другой. Ты прикинь, а? Ты прикинь, мой меня две недели и не разу, а? Две недели уже и не разу. Вторая. Я способ знаю. Прибегаешься домой, все с тебя сбрасываешь. Становишься возле одной дверки и ждешь. Да, он приходит, открывает дверь, бля, там деваться некуда. Ну, некуда деваться. Делает свое дело и в кроватку. Вторая обрадовалась, прибегает домой, с самого утра все скинул, стоит. Братану ее после тринадцатой зарплаты. С земли не вижу, блядь, домой хочу. Открывает дверь, увидел, нахуй. Бачком, бачком, обошел всю эту хуйню. Утром приходит на работу, пиздец, мужики, бросаю пить. Че такое, Петрович, а? Да прикиньте, блядь, допился. Вчера прихожу домой, открываю дверь, а там гном. Щеки, во, борода, ворот, вот так улыбается. Больше таких анекдотов не буду рассказывать. Девушки обижаются, да. Для вас, девчонки, три женщины встречаются. Одна говорит, я люблю оральный секс. Вторая говорит, я люблю анальный секс. Третья, а я люблю Родео. Первые две на нее посмотрели. Слышный подруга. Объяснить, что такое Родео, мы не знаем. Девки, все очень просто. Сверху на мужика садишься, говоришь, что у тебя спит, и минуту продержаться. Но это, может быть, попозже дойдет. Ну ладно, ладно. Алекс, Алекс, Алекс. Картинку, ребята, нарисовали себе, попробуйте. Вообще, любой анекдот нужно представить себе. А вот этот особенный. Робизон Крузо. Отмотал половину положенного срока на своем ебаном острове. Кто читал Дефо, у него 29 лет, да, он 14,5 отколдырил, не по-детски. То есть в пятницу на второй день уже съебался на почве сексуальных добогательств. Младший брат Робинзона. Сначала все нормально, они с ним вспоминали былое. Потом он голую женщину на скале нарисовал, тоже хорошо. Да, но чем дальше, тем хуже. Брат уменьшался, пока в клитор не превратился. Но Робизон не унывал. Как-то с утра просыпается, по острову гуляет, на гору сбирается, а тут в море смотрит такой. Корабль, ест, корабль, корабль. Сейчас меня на корабль возьмут, помоют. Побреют, накормят, напоют. Отдельная каюта, кровать, шелковые простыни, тёлка такая охуительная хуй поднимается. Вот, и с кораблем я тебя наебал, блядь. Всё ещё анекдот, ребята, уже визуально все картины представляли. Да, это тоже надо представить визуально, но анекдот гениальный. Прикиньте, Смольный, Петроград, 17-й год, осень, вечер, тёмный коридор. По коридору бежит укуренный Владимир Ильич Ленин такой. И вдруг он Держинского увел на другом конце коридора, такой фейкс, парик сюда, батенька. Тот побежал, 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 бум, упал. Ой, охуительная верёвочка я. Тоже 17-й год Ленин приезжает с миграции. На финляндский вокзал его поставили, ну помните, на броневик, да, целая площадь толпа народу, и вся площадь такая, Леннон, Леннон. Говорит, товарищ, я не Леннон. Я Владимир Ильич Ленин, председатель партии большевиков. Вселеннон, Леннон. Говорит, да я не Леннон, я Ленин Владимир Ильич, вождь мирового поэтриата. Вселеннон. Говорит, а хуи с вами, с мудаками? Кин-баби-илон. Станция метро, час пик, утро, да, приезжает битком набитый поезд, открываются двери, и толпа такая народу на переход ломится, а вместе с ними кенгуру такая окровавленная к милиционеру прыгает, такая, блядь, сумку срезали, ёбару. Два нормальных пацана полетели в Австралию. Чё они там забыли, я не знаю, в Австралии делать нечего. Люди летали, говорят, там небоскрёбы и природа, и больше ничего. Ну ладно, они там по этой природе тусовались, по всяким, по зоопаркам, по национальным заповедникам. Вышли на пушку австралийского леса, такие раз, у них ступор. Почему? Потому что там полик и на пляж до горизонта. Они такие раз, никого нет. Быстенько-быстенько разделись до голова, давай как сайгаки по этому полю бегать. Бегали, бегали, такие сели довольные, вся пластилин гашиш соскребает, и тут полиция справа-слева, в машину, они такие, бля, куда, чего? Мимо прыгало стадо кенгуру. Они голо, они к стаду взяли, тоже пристроились. И такие раз. И тут вожак стада обернулся, говорит, вы, мудаки, носки снимите, всё стадо запалите. Но их пронесло, ну в том плане, что всё обошлось. Летят они обратно на родину, в Россию, на этом на Боинге. Но, естественно, перед полётом покурили, их уже там над океаном пробило. Причём одного пробило по-большому, второго пробило на приключениях. Первый хвост самолёта заперся в туалете, второй пошёл в кабину к пилотам. Заходят, говорят, пацаны, я с воль, всё нормально, всё хорошо, пацаны, пять штук баксов, мёртвая петля. Пилоты такие, ты чё, ебанько? Это Боинг? Какая петля? Понял, пацаны, десять штук баксов, мёртвая петля. Они такие, ну хуй, его знает. Пассажирам только, что завтрак раздали в салоне, могут быть недовольны. Говорят, да не, нормально, я к вам шёл, всем по сто долларов раздал. Все согласны. А чё, лёточкам, десять тысяч, нормальный ход. Этот байдай, этот Боинг, вот этот, мёртвую петлю, такой, чувак выходит обратно в салон довольный. Весь салон заблёванный. Все пассажиры с глазами как у струщей собачки сидят. По потолку, по иллюминаторам, везде это оливье, майонез наляпан. И вот руган такой, у столета, на карачках выползает, говорит, Лёха, в Австралии гашиш охуительный. Я только что сам себе зашиворот насрала. Но раз мы затронули, раз мы затронули авиационную тему, не могу не рассказать гениальный, я считаю, анекдот. Когда, знаете, летел самолёт, потом внезапно перестал лететь, пилота вызывает все стюардессу, говорит, цыж, погиб пассажиров, успокойся, скажи им что-нибудь. Она, а что я им скажу? А я такие, да похоже, говорит, что хочешь, давай. Она вышла такая в салон, взяла себя в руки, улыбнулась такая. Граждане пассажиры, все достали паспорта, все тупо вынули паспорта, открыли вторую страницу, все открыли, где фотография, вырвали её, все её свернули в трубочку, и засунули себе в жопу. И голос такой заднего ряда, слышь, мать, а зачем? А сейчас как, пизданёмся? А там внизу такая неразбериха начнётся. Здесь ещё анекдот, господа, надо себе тоже представить визуально, перед глазами. Если вы представите, вам повезёт, потому что анекдот самый лучший, как я считаю, самый лучший. Илья Муромец съедет на своей кобыле, перед ним развилка трёх дорог, направо, налево, прямо. Посередине камень, а на камне выбита надпись. Налево поедешь, коня потеряешь, направо поедешь, сам пропадёшь, а прямо поедешь, об камень не ебёшься. Хорошо, обычно вообще реакции никакой. Сторож Петрович профессионал, он 30 лет сторожит колхозный сад, он заслуженный сторож России, и 30 лет сторожает этот сад, он уже знает всё, о своём родном саде, но он огромный, несколько тысяч деревьев, посередине у него избушка, он там ночью спит, и уже во сне чувствует. Ага, начали тырить яблоки. Он встал, вышел в эту звёздную ночь, там тишина такая, только сверчки такие, цик-цик-цик-цик-цик. Он услышал, это самое дерево, где воруют, подходит к нему на цыпочках, руку в крону, там за яйца, хватит, поймал. Такой, как зовут? Тишина. Он сдавил яйца немного. Как звать, спрашиваю? Тишина. Он со всей дури сдавил, аж потекло по руке. Как звать? Яша. А чё раньше молчал, Яша? Бля, я был глухонемой. Такой, горы Эверест, горы Эверест, самую высочайшую вершину в мире, пошли покорять три нормальных пацана. И так полезли русские, хохолы, евреи. Долезая до самой середины Эвереста, разбили палаточки, переночевали. Наутро решительный штурм. Русский говорит, давайте я, пацаны, первый полезу на разведку, мало ли чего. Тебе, ну давай. Полез русский, долезает до самой вершины Эвереста, а там на самой макушке сидит этот, Йети, снежный человек. Сидит такой здоровый, волосатый, свой конец, куском сала натирает. Увел русского, обрадовался такой. Сало отложил, взял пацана, приподнял так аккуратно за плечики, развернул, снял с него штаны, такой, русский, бля, попал. Покорил Эверест, базара нет. Но он во время экзекуции молчал, терпел, ни звука не произнес. Йети ему дал пинка, пацан обратно кубарем в лагерь. Те, ну че, добрался? Говорит, не, погода плохая, не дошел, не. На второй день наутро стал хохол собираться, долезает до той же самой вершины, там тот же Йети, тот же конец, с тем же куском сало натирает. Увидел хохла, еще больше обрадовался, отложил, приподнял, развернул, снял, все сделал. Хохол тоже терпел, не произнес ни звука. И он пинка, тут обратно лагерь кубарем, те, ну а ты-то зашел, говорит, не, все замело, все тропинки завалил, не добрался. На третий день стал еврей собираться готовить снаряжение, такой, пацаны, теперь я пойду, те, давай, давай. Счастливого пути? Есть че, кричи. Тот полез, а те двое ходят по лагерю, такой, делают вид, что ничего не знают, такие, идут сверху, русский хохло, слышь, но мы в курсе, что там происходит, но мы-то молчали, терпели, перед пацанами стыдно было признаваться, а че он орет, как потерпевший, хохол такой, бля, а ему труднее, чем нам, салта, я спиздил. А теперь поприветствуем, Котовский, что делать? Он бегал по театру, уже третий звонок, этого пинчуги нету. Вдруг смотрит, Петр Петрович идет, тоже народный артист, все замечательно, но у него сегодня спектакля нет, он дошел. Говорит, Петр Петрович, выручай. Иван Иванович до спектакля не дошел, он говорит, я ни в гриме, ни в костюме, да ладно, пьеса современная, так сойдет. Он говорит, ой, я ж мизанцент, не знаю, где встать, где сесть, где что сказать, да тебе все, суфлер подскажет, но я без репетиции не могу. Он говорит, три бутылки коньяка, тот понял, пошел. Выходит на сцену, ему суфлер подсказывает, медленно подходит к дивану, он медленно подходит к дивану, медленно садится, он медленно садится. Женится или не жениц? Жениц. Аль не жениц. Да и годы уже не те. Да, и годы уже не те. Медленно встает. Да и встает уже медленно. Вот еще у нас была такая фенечка, чисто театральная. Еще начинается театр с поступления в театральный институт. И вот молодой человек поступает в театральный институт, пришел на экзамен, стоит по третьей позиции, как его научили дома. Ему говорят, ну здесь молодой человек, что мы покажем? Он говорит, что угодно. Ну что вы можете показать, что хотите? Ну животное какое-нибудь, любое. Ну слона, например, можете показать? Не вопрос. Ну покажите. Вот уж и хобот доставать. На эту же приемную комиссию заходит молодая девушка. Они говорят, ладно, видим, молодая, красивая, это уже талантливо, голод съест, внешние данные хорошие. Девушка, могли бы показать нам какой-нибудь легкий, эротический этюд с неожиданной развязкой? Ну это не вопрос. Иду я по коридору института и слышу в одной аудитории за дверью. ах, 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 их, ах! Ну по алкогольной тематике прогуляемся. Вот этот арбатский торшер, представляете себе? Так, дождик начался, да? Нормально, да? Ничего? Можем еще? Короче, вот этот арбатский торшер Стоит пацан, мерит его Вырву! К нему подход такой, не вырвешь он Вырву, не вырвешь Вырву, не вырвешь он Бла-а-а Заберу, не заберешь Заберу, не заберешь Заберу, блин, ни тебе, ни мне Метро Не, уже, наверное, камера намокнет, нет? Да, последний Хорошо Ну, последний, любимый, расскажу Чапаев переплывает, Урал Гребет одной рукой Раненый, его сзади с пулеметом Белые провожают Вот, а он одной рукой гребет И тут ему ворона на плечо садится Одной лапой плечо, а второй косяк раскуривает Откуда плывем? Он оттуда Угу, угу, угу А куда плывем? Туда А чё одной рукой гребешь? Да вторую прострелили Угу, угу Пиздишь, дрочишь, наверное Пиздишь, дрочишь с парнем А Saudi Ойー origo Соня